Всем доброго утра! Сегодня снимаю один из самых своих любимых типов видео, а именно прогулочный влог. Я очень люблю брать вас, мои дорогие зрители, с собой на прогулку. И, как всегда, утром у меня традиция. Я, кстати, увеличила количество пройденных километров. Я ходила шесть, потом семь, сейчас почти восемь хожу. Так, сейчас я нахожусь в таком достаточно противоречивом лично для меня районе нашего города, потому что это вроде бы как бы центр. Тут вот прямо по курсу кинотеатр России, который уже давно как кинотеатр не используется. Такое вот немножко жутковатое, противное жилое здание. Ну, а дальше начинается длиннющая огромная сеть парков, по которым я хочу с вами сегодня погулять. Очень давно меня не было в городе весной. Фактически весной я лет семь не видела. По-моему, это каштан. Каштановые свечки зацвели. Очень здорово. Рубушка очень любит вот этот вот парк развлечений. Но он не очень большой, но тут очень много хороших каруселек есть. В сети этих парков, ну, в какой-то части я бывала каждый раз, когда я летом сюда приезжала. Но в каких-то местах я вчера, во всяком случае, во время вчерашней прогулки побывала впервые. Вот она я. В лучах утреннего солнца, можно так сказать. Можно спокойно ходить, снимать. Никто не будет мешать и смотреть на меня, как на полнейшего психа. У нас еще даже девяти нету. Так что пошли гулять. Должна сказать, что истинным наслаждением гулять по этим паркам было в советское время. Потому что не было вот всех этих жутких и противных кафе, которые закрывают от тебя зелень, не позволяют тебе насладиться природой, оторваться от городской жизни. Вот покажу вам, кстати, красиво. Здесь есть вот такой вот пруд-не пруд, бассейн-не бассейн. Короче, что-то такое. Ну, тоже скульптура там какая-то. Тут таких, по-моему, два есть еще в следующем адреске. Ну, опять там кафе. Застраивают безбожно. Природу вырубают. И ты ходишь фактически из одного кафе, мигрируешь в другое. Вот это у нас я забыла прокомментировать. Насколько я помню, это церковь святого Григория Просветителя. Она новая. Ей, наверное, лет 15, наверное. Ну, вот так вот здесь красиво. Там, видимо, водичка раньше была. Сейчас нету. Но в этом парке люди очень любят физкультуркой с утра заняться. Там уже совсем далеко отсюда. Сделали площадку специальную с тренажерами уличными. Ну, а опять вот эти вот все уродующие красные вот эти вот шатры. Зонтики бесконечные. Ну, что уж тут поделаешь. Кстати, памятник Тарасу Шевченко. К стыду своему я даже его не видела здесь ни разу. Или не обращала внимания. Я сегодня такая вся сине-красная. У меня такие туфельки. Правда, они у меня уже вывалились в грязи. Моя сумочка любимая. И клетчатая сорочка. И вон там вот как раз тренажеры, про которые я говорила. Каждое утро люди здесь занимаются. Когда я на своей ежеутренней прогулке, я иду вот вон по той оживленной части улицы. То есть через парки я вообще не ходила. Сейчас я поняла, что я сделала большую глупость. Вот, кстати, памятник Вартану Мамикониану. Нашему великому полководцу. Я теперь решила гулять исключительно через парки. Во-первых, шума машин меньше. Во-вторых, воздух почище. И людей тоже поменьше. Вот у нас дом кино. И вон там вот кусочек белый вдали. Это самое здание Национальной галереи. Так что мы с вами находимся в самом центре города. Так, продолжаем нашу утреннюю прогулочку. Тут у нас начинается такой торговый район. Вот если вы хотите в Ереване приобрести стройматериалы, бытовую керамику всякую для сантехники, вот вам надо в этот район. Потому что дальше уже прямо идут университетские корпуса, дом радио. Мы, к слову, сейчас идем по улице параллельной Ханджана, улице Олега Манукяна. Моего однофамильца, можно сказать. И очень-очень красивые вот такие вот кустики. Медовуха, медовица, как их, я не знаю, там называют. Не, ну, человека более бездарного в плане ботаники трудно представить. Потому что я в жизни не запоминаю, не могу, не в состоянии запомнить название растений, цветов. Ой, короче, приходится обходиться эпитетами. Прикольный цветочек, крутое деревце и прочее, и прочее. У нас, кстати, в последнее время чуть-чуть я тенденцию заметила в кафе ирисы сажать. Эти уже, по-моему, начинают отцветать. Ну, очень красивые. Вот эти вот отцветают уже. И вот уродско, уродские кафе вот эти, которые просто поганят вид парка. В детстве я очень боялась ходить вот в эту часть парка. Я дико боялась вот этой вот статуи. Это наш композитор Тигранян. И мне всегда казалось, что это какое-то привидение. Очень он какой-то тощий, вытянутый и белый. Просто ужас. Честно говоря, до сих пор меня пупырчатые мурашки от его внешнего вида. Тут строители приняли меня за туристку. Что-то меня комментируют и думают, что я их не понимаю. Балбесы! Очередное кафе там с лебедем живым. Солнышко куда-то скрылось. Вот оно там должно было быть. Ну, это, в принципе, неплохо. А то в глаза слепило. Глаза слепило. Ну, тут тоже такие дурацкие карусельки поставили. Тоже мы вытоптали газоны. Ну, собственно, хитрый ход. Чтобы пока дети здесь резвятся, взрослые бы сидели вот в этих вот железобетонных конструкциях. Ну, тут летом красивый фонтанчик включают. Кстати, он такой масштабный очень. А дальше будет мой, наверное, вот меня спрашивают, какие заведения стоит посетить. Вот типичные такие армянско-кавказские, да, тире, если поставить. Вот дальше будет мой самый любимый ресторан Кавказской кухни-мельница. Я там в прошлом году и в позапрошлом тоже снимала. Вот. И, короче, такое классное, колоритное место. О, слышите звуки стройки? А теперь только не упадите в обморок. Посреди парка вы посмотрите, что они строят. Какую бездарную безвкусицу. Вот такую вот махину взяли и возвели посреди нежного, аккуратненького парка. Вот тоже здесь было в пору моего детства были кусты, деревья, клумбочки. Мне, конечно, очень жалко этого всего. И не замечать тоже не получается, в принципе. Вот, собственно, мы подошли вот к этому ресторанчику потрясающему. Обязательно гости столицы обязательно сюда приходите, вы получите просто колоссальное удовольствие. вот там тоже всякие штучки, прикольные цветы. Тут и на втором этаже можно сидеть, и внизу дизайнер, конечно, отлично постарался. А еще летом, когда здесь фонтаны работают, вообще прелесть. Вот здесь тоже вот так вот можно посидеть. очень красиво все оформлено. Мы с рубашкой в прошлом году летом сюда как-то пришли. Телейки, какие шикарные эти фигуры. Мне вот эти вот тоже птичьи клетки с цветочками дико нравятся. Но это искусственные цветы, но вот они тоже потрясающего шарма придают этому заведению. Здесь такие фигуры есть колоритные. Вот так вот тоже. тут же на месте есть пекарня, хлеб пекут свежий. Можно и здесь покушать его, можно и с собой взять. Вот она, эта пекарня. И лаваш, и пури, то есть и армянские, и грузинские виды хлеба. И они прямо с самого раннего утра тут трудятся. А здесь я вчера проходила такую смешную скульптуру. Вот телега на крыше. посмотрите чего я здесь увидела. Я вчера хохотала наверное полдороги. Вы только на этих типов гляньте, которые играют в нарды. На его физиономию, на его одежду. Еще комсомольская правда из гармана торчит. Жалко за стеклом немножко блики мешают. вот такие вот у нас интересные места есть. В плане безопасности мы живем как и жили раньше. То есть да, у нас подорвали автобус, до сих пор ведется расследование, окончательных каких-то выводов еще никто не сделал, но город живет, люди живут, пользуются транспортом, жизнь продолжается. и в связи с этим я вспомнила Адель из Парижа, которая тоже после всех тех жутких событий, когда ее зрители спрашивали, а как ты вообще на улицу выходишь, гуляешь и все, она говорит, ну я же ведь продолжаю жить, жизнь же еще продолжается, она говорит, ну и что, буду вот так запираться дома и сидеть, и что им учиться. поэтому вот действительно жизнь продолжается, и я тоже выхожу и пользуюсь транспортом, и люди тоже, как всегда, нету никакого изменения, никакой паники нету, все нормально. Вот у меня за спиной дом радио, еще с советским гербом даже, вот сейчас мы входим уже в университетскую часть здешних парков. Ну вот, очередная порция красоты, вот такое вот дерево, не, мне все-таки резко кажется, что это каштан, потому что я что-то припоминаю, что у каштана многие вот свечечки, очень красивые цветы, прямо с чем-то розовым. О, солнце выглянуло, в солнечных лучах даже круче, и смотрите, какой красивый контраст с небом, просто прелесть. Так, влезаем в очередной парк, сейчас посмотрим отсюда, куда можно свернуть. Пошли, пошли, пошли. Куда я так забрела, не знаю, куда-то забрела. Во всяком случае, снимать зеленый Ереван лучше сейчас, потому что потом, летом, в 45-градусную жару, это все выгорает, и остается такая желтая страшная трава, просто как сено, и, собственно говоря, ничего больше. Посмотрите, какие красивые здесь одуванчики. я в своей любимой майке с мордашками усатыми продвигаюсь вглубь. А тут со старых времен остался очень такой романтичный уголок. Смотрите, как тут здорово, лесенки такие. Сейчас территория, по-моему, какому-то кафе принадлежит, но тут раньше была водичка и вот такой вот грот, в котором я в детстве очень любила прятаться. Посмотрите, как красиво тополя. Вообще, у тополей листья потрясающим образом искрятся в солнечном свете. Очень красиво. Вот такое тоже ирисы растут. Вот такое вот классное место. Так, проходим мимо грота, туда кто-то льва установил. Господи! И по вот такому зелененькому. Мне, кстати, вот эти кустики так нравятся. Знатоки ботаники. Скажите мне, что это за такой красивый куст неопределенного бордово-фиолетового цвета. Очень красиво. Вот через эти кусты продираюсь. Мы ай, я чуть с лестницы не бахнулась. Мы оказываемся на теннисном корте. На теннисных кортах, вернее. Вполне профессиональные корты. Здесь у нас и соревнования серьезные проходят, и панорамянские игры тоже проходят. Слушайте, у меня совсем намокли ноги. Ну, красиво как кустики. И вот уже здание университета. Это, по-моему, здание физмата. Там дальше главный корпус. Тоже все такое зеленое. Ну, это пока, я вам говорю. Уже с конца июня, в июле, в августе вот этого всего вот в таком уже виде вы не увидите, потому что это все будет такое выгоревшее, пожелтевшее. Ну, только деревья будут с листиками. Но вот так, чтобы вот эта вот сочная зелень этого дела уже не будет. Вот знаете, открытка готовая. Прямо взять и остановить мгновение. Кстати, я это сейчас и сделаю. Ну, тоже такой вот парк, который плавно перетекает потом в парк, где находится дом камерной музыки. Здесь, в принципе, по-моему, летом фонтанчики работают, сейчас нет. И здесь вот аллея известных людей, писателей, там, по-моему, мыслителей. Ну, давайте для примера подойдем. Посмотрим, это чье? Уванес Лазарян, национально-общественный деятель. Вот, да, вот таки. А там дальше будет памятник Налбандяна. Это у нас кто? Это у нас Погос Нубар, выдающийся национальный деятель. Да, вот. Там тоже. Кстати, в Буэнос-Айресе, в парке Росэдаль, тоже есть аллеи такие, где можно увидеть бюсты известных личностей и писателей, и политических деятелей, и философов, среди которых также есть бюст Шекспира, насколько они ненавидят англичан, но тем не менее бюст Шекспира у них есть. А вот это, на мой взгляд, дико безвкусный монумент. Значит, что это? Мемориальный комплекс Армении Армении, аллеи армянских благотворителей. Вы только посмотрите, ну, я не знаю, как по мне, просто налепленные какие-то кошмары, типа птицы, типа какое-то там сердце, в общем, одним словом, не знаю, кто этому скульптору заплатил, ну, как по мне, так совсем не то. И мы сейчас подошли к перекрестку на Албандяной улице Московяна, на которой я, собственно, живу, правда, в ее самом конце. Тут, по-моему, у нас здание КГБ, оно охватывает достаточно обширную территорию. Я опять вылезла на свою счастливую улицу. Я уже много раз говорила, что на этой улице меня посещает ощущение какого-то безграничного счастья. Так что буду подпитываться. проходила мимо своей церкви, я ее называю своей, потому что очень-очень я здесь чувствую себя по-особенному. Зажгла вон там уголочки три свечечки. Ой, посидела там немножко. Красота какая древняя. Вон здесь все, что осталось от старой церкви, вернее, здесь был огромный комплекс. история запечатанная в камне. Ой, Господи, что ж вы пошлите так громко. То классное ощущение, когда во всем кафе ты один. И вот такой вот аутфит оф зе дэйл. Моя любимая гречитая сорочка. И вот так вот во всем кафе. Вот так. Клево. У меня, значит, сегодня я взяла донат, мороженое с виски и капучино. В принципе, спокойно могу себе позволить такой завод. Итак, из парка я плавно перебазировалась в ресторан Еряз, что переводится как мечта. Это обычный такой понтовый ресторан, но в течение дня он превращается в место для бизнес-ланчи. Там тоже есть, кстати, вот такие классные места поселить. И у меня гость студии, который сейчас прихорашивается, я его показывать пока не буду. Хорошая мысля приходит опасно. И вот хочу показать вам наш сегодняшний ланч, который стоит, кстати, это сколько это, 2-3 доллара? Ну, где-то 2 с хвостиком долларов. Значит, вот такой вот салат. И вы посмотрите на тарелку. Эта тарелка такая очень уригинальная. Салатик летний. ты прихорошилась? Нормально. Тебя можно показывать уже? Ку-ку. Я сюда уже хожу как на работу, должна сказать. Я к ней прихожу на работу. Чисто пожрать. Пообщаться. Ну и пообщаться тоже. Иногда успеваем. Да, тут потрясающая обстановка. вкуснейшая еда. Очень разнообразная. Ты платишь ватнические копейки, копейки, но получаешь полный цель. Обед сегодня супа нет, ремонт и дайв. Сочнее сих пор. Суп для холодных сих пор. Так, более полного, сих пор. Почти за три минуты выживаясь. Посчитаем сейчас 480. Ну, чуть больше. Главное за 4 доза. Чай первая, вторая. Ну, 4 это уже с десертом. А без десерта только 3. костиком. Угу. Вот. Ну, рассказывай, как ты? Не знаю, грустишь. Что ты грустишь? Нечего. У у нее сегодня дома небольшой, ну, для нее большое, в принципе, чепо и случилось, потому что у нее кошка, первородка, родила мертвых котят. Редкая порода, баска, кошка, и вот печалька такая случилась, так что мы сейчас будем заедать печаль. Что делать? А что делать? Да, я ей говорю, слушай, хорошо, что котяты уже мертвые родились, причем там были зародыши, то есть даже животных как таковых не было. А, понимаете, как обидно было бы, если бы живые котята потом бы погибли. Так что печаль, она не настолько будет глубокая. То есть ты езжал с умащен кошку, которая учится, ищет котят. Вот, кстати, если кто-то меня из Еревана смотрит, если у вас есть, например, эти котята, которых нужно выкормить, у нее будет молоко еще как минимум неделю. Я думаю, что да, точно не знаю, но пока еще так нам принесли десерт. К сожалению, мы были такие голодные, что забыли снять. Ну, у нас, короче, была картошечка, жареная с курочкой, у Анки грибы были. Вот у нас такой лимонный пирог, потрясающе воздушный, американо. Это тоже прихорашивается опять. Давай ешь уже. Обхохотали все заведение. Кстати, вид из окна не особо. Ну, так, ничего. Вот еще люди пришли покушать. Спасибо.